Вау, что это у неё такое? Баночка, бутылочка, коробочка. И просто вот наклеиваем куда-нибудь, например, на нос. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будут женские штучки с Алиэкспресс. Сначала я вам покажу новиночки, которые у меня появились, а в конце видео я покажу то, что я покупала уже на Алиэкспресс, и отдам свой конечный отзыв, чем я пользуюсь постоянно, и что мне действительно понравилось, какая покупка была просто best, the best. Итак, поехали! Долго, очень долго я ждала и думала, что уже никогда не придёт вот такая вот помада, матовая, написано мат. И мне очень понравилось именно её дизайн, смотрите, она вот так вот открывается. Красивая, правда? Помада, мне кажется, очень необыкновенная такая, прям стильная, если вы вот так вот где-то достанете её из сумочки, да, так раз. Такая раз под краску. Ещё такие, вау, что это у неё такое? А это помада. Так, что, нам её надо затестить, нам надо её накрасить, а я опять не взяла зеркало, пошла за зеркало. Я, кстати, не знаю, что у меня за такая мальчика какая-то, я всё подготовлю, всё взяла и забуду обязательно зеркало. И вот это вот я при вас всё время иду. Так, сейчас у меня губы накрашены только блеском, я вот его вот так сотру. Вот так. Как раз подматываю помаду, может быть, лёгкое увлажнение губ не помешает. Я ещё ни разу её даже не тестила, не пробовала, она стояла и ждала, прям, своего часа. Так, и насколько удобно ей будет красить? Так или вот как-то так? Сейчас попробую. А, прям, ребром вот так ей прикольно красить. Короче, что-то необычный цвет, прикольный, натуральненький такой. Можно так. О, ой, всё прикольно красит. Цвет мне очень нравится, да, она такая матовая немного, но, может, она ещё подсохнет. В общем, давайте смотреть на протяжении дальнейшего видео. Но именно её дизайн очень стильный, очень красивый. Можете не спрашивать про ссылочки, потому что все ссылочки на все товары я обязательно оставлю под видео. Дальше тоже вот ждала, наконец-таки пришло. Это вот такое для хранения у меня для ватных дисков уже есть... Ой, для ватных дисков, для ватных палочек. Я уже покупала одну приспособу, по-моему, в фикс-прайсе я её брала. Такая баночка, а здесь как бы такая выемка, куда падают ватные палочки. Но мне не очень удобно, честно говоря, ей пользоваться, поэтому я решила взять вот такую вот баночку розовенькую с крышечкой. Крышечки у меня хранятся отдельно, я их сразу убираю, они мне не нужны. И вот такая вот красивая розовая прозрачная акриловая... Такая вот, как это называется, баночка, бутылочка, коробочка. Я не нахожу сейчас синонимов ей. Мне ещё понравился цвет, но и вообще я люблю вот такие вот акриловые вещи для хранения, поэтому она у меня именно розовенькая. Очень мне нравится. Также здесь можно ватные диски хранить и закрывать. Ну, вообще, можно здесь хранить всё, что угодно. Очень красивая стильная, розовый, приятный цвет. Этим приобретением я очень-очень довольна. Дальше, что привлекло моё внимание, я и не пойму до конца, может, даже вы подскажете мне. В общем, нашла вот такие вот силиконовые наклейки. Здесь вот две пачки, может быть, вы увидите. Видите, много маленьких, кругленьких таких вот наклейчиков. Я уже затестила одну, но, честно говоря, я не поняла, в чём прикол, и даже не поняла на самом сайте Алиэкспресс. Вроде бы я посмотрела, почитала, что смогла, там же всё не по-русски. Я как поняла, что здесь должно содержаться что-то антисептическое, то есть на нашем... На этом кружочке что-то должно содержаться антисептическое, и когда у нас вскакивает причечек, вместо того, чтобы его там чем-то мазать, ждать, прижигать, мы просто отрываем вот так вот нашу силиконовую липучку тоненькую такую прозрачную и просто вот наклеиваем куда-нибудь, например, на нос. И всё, ну, как бы вообще не видно её обычно. Ну, как бы, когда я клеила, не видно было, но приклеилась, всё, и видно. Это сейчас видно, потому что отбылеск идёт. Вообще не видно. И типа мы ходим там, и антисептик этот, он лечит наш прищ, вот. Потом ещё я подумала, что вроде бы там тоже почитала, но вот по ссылке пройдите, посмотрите, может, вы поймёте, догадаетесь. Может быть, надо всё-таки сначала чем-то намазать прищик, а это типа идёт такая наклейка, типа вы заклеиваете этот прищик, чтобы там все полезные свойства сохранялись. Но я в то же самое время думаю, что, наверное, лучше наоборот, чтобы прищик дышал и подсыхал, и не нужно его ничем заклеивать, если это просто наклейка, да. Короче, я попробовала на один прищик, походила один день, не поняла прикола, мне показалось, что должно всё дышать, и, в общем, я его освободила и начала мазать карвалолом, как я обычно это делаю. Если кто знает или пользовался, подскажите, напишите в комментариях. Дальше, ещё нашла такую очень интересную вещь. Зачем она мне? Это вот такие носочки, они с такими вот перегородочками, и наша нога, когда туда залазит, наши пальчики, короче, торчат все в разнобой, да, и при этом наши ножки тепло. Я вообще лично взяла это, когда я зимой, например, да, да даже летом бывает, я вообще такая мерзлячая, если особенно открыто окно или ещё что-то, у меня ноги всё время мёрзнут, и я всегда хожу в тёплых носках. И зимой, и летом. И бывает, когда ты накрасишь ногти, ну, сейчас я гель-лак использую, но вообще, там, бывает лак использую, бывает от гель-лака, я отдыхаю, особенно зимой на ногах. И хорошо бы надеть вот такие вот носочки, которые держат твою ножку в тепле, а пальчики при этом все наружу. И мы их накрасили, и ходим спокойно и классно. Но вообще, это даже какой-то массажёр-тренажёр. То есть, вообще, даже есть массаж, да, когда делают нам пальцы, пальцы рук между пальцев ног, да. И вот лёгкая такая вибрация, даже если просто давишь вот так вот, это лёгкий есть массаж такой. И вообще, насколько я поняла, эти носочки именно для массажа, для того, чтобы ножки расслабились. То есть, мы просто одеваем, у нас такие перегородочки становятся между пальчиков. И тем самым, если мы походим в таких носочках, у нас идёт массаж ног, массаж пальчиков, да. И ножки тем самым наши отдыхают. В общем, вот так это выглядит. Наши ножки вот в такой... в такой оболочке. В общем, тёплые, мягкие, мне очень нравятся. И вот уже чувствуется такое непонятное ощущение. В общем, эти носочки я рекомендую. Мне кажется, они очень классные и полезные. В общем, всё, что пришло из новиночек. И ещё я хотела сказать вам о том, что я уже покупала и что мне очень нравится. Давайте пройдёмся ещё раз для хранения. Потому что эти вещи очень важны для хранения. И, честно говоря, не везде. Кроме Алиэкспресс я больше нигде вот таких вот акриловых боксиков для помад я не видела. Вот я храню свои помады. У меня таких уже три штуки. Я вообще их хочу соединить. Я уже говорила об этом. И вот это best the best, это то, что я рекомендую. Напоминаю девочке, что это очень вещь крутая, полезная. Акрилки, они все не дёшево стоят. То есть не 100 рублей, конечно, стоят. Но и не баснословных каких-то денег. Ну, в общем, я заказываю всегда их на Алиэкспресс. Сейчас рекомендую вот продавца, у которого я покупаю. Достаточно быстро всё приходит. Ссылка под видео. Также хотела сказать о щёточке, которую я покупала. Вот такая вот она дорожная. Меня удивило, что когда я первый раз ей почистила зубки, она на самом деле не средней жёсткости и не жёсткая. Она мягкая, что редко. Потому что все вот такие вот дорожные и недорогие зубные щётки, которые я покупала, они всегда все твёрдые, жёсткие. И почистишь один раз зубы, и у меня даже дёсна до крови всё время ранились. Это мягенькая щёточка. Она мне очень понравилась. Поэтому я её прям с удовольствием буду носить с собой куда-нибудь в поездке. Как раз вот скоро поеду и возьму с собой. Поэтому, если вы любите мягкие щётки, то вот эту щётку я рекомендую. Дальше масло для волос, о котором я говорила, я пользуюсь. У меня просто очень много разных масел, я их чередую. Это масло, в принципе, не отличается по своим свойствам с другими какими-то. Оно ни лучше, ни хуже. Оно действительно хорошее. Стоит оно недорого, хватает его надолго у меня. И хоть я и пользуюсь, у меня ещё целая она стоит. И у неё очень приятный запах. Вот я просто арома очень сильно люблю. Очень классный запах. Просто духи, причём такие яркие. И не знаю, я вот на протяжении дня, когда хожу и чувствую аромат от своих волос, а от такого масла аромат будет очень надолго. Не на один день даже. В общем, я вот это масло рекомендую. И очень довольна этой своей находочкой. Тоже ссылка будет под видео. Ещё, как помните, я заказывала закручивалку для ресниц. Мне даже в комментариях, или кто-то лично писал в директе, в инстаграме. Вот мой инстаграм. Кому интересно, заходите в инстаграм, подписывайтесь. Там тоже я даю всякие рекомендации. В общем, как я живу, изо дня в день. В общем, там общаюсь со своими зрителями. Сторисы каждый день. Вот. И мне кто-то говорил, что не пользуйся вот этой вот штукой, она выдирает ресницы. Девочки, я такая... Вот она мне это написала, я ещё ей не пользовалась тогда. Она мне это написала, думаю, блин, надо затестить обязательно её. Как так она выдирает ресницы? Может быть, что-то не пользуется неправильно человек, или ещё что-то. И, честно говоря, я безумно ей довольна. Вот представьте, да, сколько людей, это просто говорит, сколько людей, столько мнений. Люди по-разному пользуются вещами. У людей разные структуры волос. Да кого-то дотронься, ему больно. Кого-то бей, ему не больно, да. Кому-то чеши волосы, там, будет выпадать всё. А кому-то, блин, крася их тысячу раз в день, а они будут прекрасными и здоровыми, во всяком случае, на вид. Поэтому всё очень индивидуально. Я попробовала для себя, и мне эта штука очень понравилась. Мне кажется, она очень бережная для ресниц. И очень клёво подкручивают реснички, во всяком случае, мои с первого раза. Сейчас у меня накрашены ресницы, не накрашены ресницы, точнее, а просто я их покрасила краской шварцкопфа, о которой я уже во многих видео говорила. Но ещё будет отдельное видео, не переживайте. Когда сойдёт эта краска с моих ресниц, я обязательно покрашу ресницы с вами вместе. В первый раз это буду делать. И вот сейчас у меня, ну, вот мои обычные ресницы. Сейчас я ничего не подкручивала. Я не знаю, видно вам, не видно. Хочу, чтобы вам было видно, насколько подкрутит она. Нижние реснички прекрасно лежат, красиво всё. Вот верхние, да. Сейчас я подкручу. Мне ещё нравится, что здесь вот так раз вы сделали, защелкнули, отщелкнули. В общем, начинаю. Я беру с одной стороны, прижимаю ненадолго, отжимаю. И вот моя ресничка уже вот такая вот красивая. Но, во всяком случае, я это вижу в зеркале, насколько оно всё подкручивает. Вот. Вот можно сравнить даже одно в одну со второй. Видно разность? И вторую сейчас сделаю. Ни одна ресничка не остаётся у меня на этом приспособлении. Причём раньше я никогда не подкручивала ресницы ничем. Просто сейчас очень прикольно, когда они просто у меня накрашены. Я их раз-раз утром подкрутила. И классно. Если ещё их отрастить, знаете, такими длинными подкручивать, то будет вообще клёво. В общем, вот что получилось. И ни одной реснички нету. Ничего не падает. Поэтому, может быть, нужно просто аккуратнее всё это дело делать. Но она такая стильненькая вообще. Прямо мне нравится. Мне приятно, если честно, с ней иметь дело. Всё, мои хорошие. Всё вам показала, всё рассказала, всё отзывы оставила. Так что, если вам что-то понравилось, обязательно ставьте лайк, пишите, что понравилось. И если есть какие-то у вас прикольные идеи, или вы на Алиэкспресс видели какие-то прикольные штучки, которые бы хотели, чтобы я затестила, только не супер дорогие. Потому что, если что-то дорогое, в чём все сомневаются, как бы смысл мне его тестить. Особенно, если этим я не буду пользоваться. Я не люблю тратить эти деньги, непонятно на что. Если я покупаю что-то дорогое, то я заведомо должна знать, что оно будет хорошее. Я уже тысячу отзывов сделаю. Либо мне просто это присылают на обзор, тогда я сделаю обзор. А за свои деньги покупать что-то дорогое на Алиэкспресс и непонятное, я бы не стала. А если вы что-то находите бюджетное, и кайф затестить, посмотреть, что это, то просто мне хотя бы ради интереса это всё интересно делать. Поэтому присылайте. Всё, что я показываю, это всё недорогое, всё бюджетное. И я прям именно кайфую от того, что можно найти очень крутые вещички, которые будут тебя радовать за такие маленькие-маленькие денежки. Это же классно, это весело. Я в этом вообще кайфую. Всё, мои хорошие, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что впереди много интересного. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, не упустите. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok